всем огромный привет дорогие мои любимые зрители и сегодня мы с вами отправляемся в опрашку апраксин двор это такое знаменитое место и я хочу вас предупредить что здесь вы встретите все и кристиан диор и баленсиагу и гуччи и живанши и конечно же луи виттон да да вы не ошибаетесь это чемоданчик луи виттон и ботиночки в общем короче говоря сегодня мы с вами походим по линиям знаменитого апраксина двора и я даже возьму на себя сегодня такую обязанность как немножечко привести вам интересных исторических данных ну да да supreme тоже есть но вы поняли да без объяснений еще в середине 18 века императрица екатерина петровна пожаловала два участка земли купцу ивану щекину и федору апраксину земли и знаете это же можно сказать сердце города а вот сейчас мы как раз входим это огромная территория размером более 14 гектаров и здесь всегда 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 была есть и наверное будет торговля хотя да вот все вам и луи виттон трусы дизель и лакоста и кельвин ну в общем все 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 версачи тоже конечно же есть вот и два этих хозяина участка до апраксин стал строить по периметру здания а внутри лавочки которых было на минуточку к моменту 1862 года около более даже 6 тысяч вот эта фотография более поздняя но вы можете вот примерно видеть как это все выглядело там постоянно случались пожары первый пожар случился в восемьсот шестьдесят втором году а вот этот пожар случился в четырнадцатом в 1914 году и вот кстати после этого пожара рынок стали восстанавливать и построили уже везде каменные корпуса и провели электричество и вообще к началу двадцатого века этот рынок стал одним из самых крупных центров оптовой 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 торговли в европе представьте себе в европе вот видите офф вайт ну все есть все есть дорогие друзья я хочу сказать что вот чуть позже мы будем смотреть ремни не у них кстати очень хорошее качество если конечно не считать что это что это подделки подделки хочу сказать что одно время я даже работала в апараксином дворе но нет не на рынке в одном из корпусов располагался институт автомобильно дорожного транспорта не автомобильного транспорта в петербурге и я по своей специальности туда устроилась и работала но это еще были в советские времена до того как началась даже перестройка на рынке конечно же есть абсолютно все сейчас народу не очень много потому что это будний день я пришла сюда в один магазин здесь есть один афганец который держит магазин бусиков и мне надо было купить барочный жемчуг чтобы потом записать видео мастер-класс ну ладно об этом в других видео сейчас продолжим продолжим рассказ о об опрашке вот ну как вы понимаете здесь происходит здесь вообще идет такая своя жизнь знаете такие лихие 90 в какой-то степени и а жизнь опрашки это вообще отдельная это это город в городе вообще здесь можно было всегда раньше купить абсолютно все ягоды грибы куры поросята все продавались редкие книги золото оружие и линии так и назывались курятная суконная там сукно продавали фруктовая ягодный проезд яблочная площадь ну как видите сейчас товар современный до в эпоху пандемии очень гигиенично все продается знаете вот такой скажем так слова вылетел из головы в общем дух такой маргинальный трешовенький знаете вот это это видимо всегда была характерна для рынка и я хочу сказать что мой первый телефон nokia кнопочный самый мой первый телефон nokia который я купила был украден именно на опрашке классика жанра вот кстати ремни хочу вам показать вот видите все есть и луи виттоны и гуччи и кельвин и кляйны и кстати сделаны из натуральной кожи я даже потрогала и не знаю это уж совсем надо быть каким-то экспертом чтобы почувствовать разницу или в руках держать одновременно настоящий гуччи и вот этот тогда наверно почувствуешь где палево а где так сказать оригинал вот ну так вот например если принарядиться то будет все нормально и кстати всегда здесь были забегаловки трактиры я имею ведущего дореволюционное время и как видите сейчас тоже причем характерно то что здесь всегда все самое дешевое самое дешевое если вы хотите купить там недорогие сувениры даже и привезти из петербурга то покупайте здесь только берегите свои кошки потому что украсть или порезать сумку здесь это вот просто святое дело видите да какие цены то есть если вы выйти за ворота в заворота опрашки то такие цены вы не увидите это только на опрашке ну знаете конечно выглядит все для меня лично сомнительно но народ нормально покупает юбки стоят вот эти по 650 или 750 что такое можно поторговаться товар здесь конечно такой специфический китайский турецкий вьетнамский есть вещи более качественные они стоят подороже но все-таки это такой вот самый настоящий рынок во время войны кстати во время войны апраксин двор очень пострадал и были здания разрушены бомбы попадали сюда кстати здесь во время войны раздавали тоже продукты продовольственные пайки хочу сказать что потом его все-таки восстановили и ну вот когда я впервые его увидела и стала работать да вот в здании в одном из зданий скажем так да меня поразило именно то что ну все-таки очень много чего и сохранилась на мой взгляд здесь конечно нужен какой-нибудь харламов который скажет что и как нужно делать то есть нужно обязательно вымастить вот эти все проходы линии улицы которые там есть сделать каменную кладку восстановить эти магазины как-то все это оккультурить но сколько раз не пытались закрывать этот рынок говорят его пять раз пытались закрывать но это все бесполезно даже в советское время ничего не могли с этим сделать потому что фарцов щеки и в общем здесь работали все что называется продавались товары из под полы которые привозили моряки из дальних плаваний финны продавали но не сами финны продавали а перекупщики конечно вот ну и конечно расцвет вот похожий на то что сейчас начался в конце восьмидесятых когда пришла перестройка в девяностые лихие девяностые это конечно местечко было то еще но зато тут можно было купить все тогда когда нигде ничего не было кстати еще до революции в самые можно сказать давние времена здесь была открыта одна из первых бирж труда и люди приходили и искали работу устраивались либо на временную либо на постоянную ну конечно трешовая атмосфера она видимо была всегда я очень хорошо этот рынок помню именно во времена лихих девяностых это конечно было что то с чем то хотя мне такое ощущение что девяностые они продолжают находиться девяностые продолжают быть внутри апраксина двора и хочу сказать что апраксин двор конечно находится прямо вот я не знаю в двух шагах от невского проспекта и в пол шаги от гостиного двора который считается элитным магазином дорогим магазином ну вот видите да как как будто после бомбежки хоть и восстановили но есть еще над чем поработать я даже не представляю какое бы это могло быть пространство роскошное для выкачивания денег из туристов ну как бы сейчас пока это все вот носит такой вот сумбурный хаотичный характер но представьте если все здесь облагородить если сделать проект классный проект именно зоны отдыха развлечения горожан и туристов сколько можно было бы здесь делать магазинов ресторанчиков кафе ну различных развлекательных каких-то клубов то есть вот такая вот фактура этого места и то что происходит на минуточку год двадцать двадцать все по сто рублей конечно сейчас трудно даже предположить когда это все возможно будет облагородить учитывая что мы погрузились и продолжаем погружаться глубже и глубже в кризис который и так был кризисом а уж теперь после пандемии конечно как говорится не ждите и сколько денег сюда не выделяли и сколько попыток не делали как-то придать этому месту какое-то более более цивилизованное вот смотрите что происходит разбитые дороги коробки все валяется это просто конечно я не знаю кошмар петербурга и я не понимаю кто и сколько денег должен в конечном итоге вложить выкупить эту территорию и сделать из нее бизнес единицу я бы сказала так слишком огромные размеры слишком гигантская территория слишком много зданий они вот такие вот кстати двух-трех этажные кстати там еще налепили какие-то современные корпуса но вы видите да как будто мы попали в какое-нибудь кино типа улиц разбитых фонарей лихие 90-е дорогие друзья напишите кто был в опряжке ну жители петербурга понятно все были так или иначе в какое-то время в разное напишите кто будучи туристом вот видите новый корпус влепили кто будучи туристом посещала праж какое на вас она произвела впечатление вот а это уже вот переходит тут в красоту красивую напишите очень интересно услышать узнать ваше мнение ну все дорогие друзья я надеюсь вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки с нетерпением жду ваших комментариев и увидимся совсем скоро в следующем видео пока 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 с